Дорогие мои друзья, дорогие чадо Христовы, духовные дети, батюшки отца Дмитрия Смирнова. Редко мне, его младшему собрату и духовному другу, приходилось посещать ваши собрания благовещенские. Дорогие. Несколько раз я с кондачка приходил поздравить батюшку на именины, а точнее на юбилеи. Но так как круг тесен и православная Москва хорошо знакома каждому из нас, имея множество друзей, соратников среди пастырей, среди посомок, которые всегда тремились под крылышко, под гостеприимный храмовый кров батюшки отца Дмитрия, Я хорошо сейчас чувствую, осизяю ту атмосферу, которая царит в этом собрании, посвященном незабвенной памяти портрея Дмитрия Смирнова. И мне хочется утешить из себя и вас в этой невосполнимой по человеческим суждениям потери. Помню, как юноши, только-только готовящимся выпорхнуть из отчего дома по окончании 10 класса, я был свидетелем ухода в лучший мир своей бабушки, которая заполняла наши троих ее внуков существование без остатка своей любовью. И, внезапно, потеряв родного человека, я принялся искать общение с ним. Мне было совершенно до то ли несвойственно всматриваться в фотографии, перелистывать семейный альбом. Потом я нашел бабушкин ларчик, куда, конечно, раньше не заглядывал и перебирал ее письма, брошки. И нашел икону, которую она прятала от наших глаз, своих внуков, икону, доставшуюся ей от ее мамы. Я пробовал писать стихи, в которых обращался к ней, а потом и к Богу, хотя наше поколение выросло вне храма. И мне суждено было не умом, но сердцем вступить в таинственное общение с ней. Помните, как Гамлет говорил о своем желании соединить оборвавшуюся нить века нынешнего, века минувшего. Суждено было обрести общение с ней в храме. Это был один из первых приходов моих в церковь Божию, храм пророка Ильи, что в Обыденском переулке, когда, углубившись в самого себя, я вдруг почувствовал, что увядание земное цветов не тронет неземных. То есть моя любовь, проснувшаяся любовь к бабушке, в отношении которой я был просто потребителем в отроческие и юные годы, живет, она обращена к конкретной личности. И эта любовь вдруг засвидетельствовала мне, что бабушка жива у Бога, нет мертвых, у него все живы. И так я возвратился в лоноотчье, в отчий дом, в церковь. Вот и в эти недели многие из вас, может быть, стоясь друг от друга, может быть, вместе горе объединяет, ищет возобновить общение с тем, кто стал нам больше, чем отец. Действительно, слово Божье, исходившее устами отца Дмитрия, многих из вас просветило, оживило, возродило, умудрило. И поэтому батюшка Дмитрий стал для вас лоцманом в мир прекрасного, в вечность. Стал проводником в царство Божьей правды и любви. И, не желая расставаться с ним, вы, конечно, приходите в его храм, его руками возрожденный. Вы приходите поклониться на могилку в чудесном месте, основанную. Вы смотрите в его книжке, проповеди батюшки выходили незамедлительно после их произнесения. Ну и, конечно, вновь и вновь включаете многочисленные ролики под часами или под кленами и общаетесь с батюшкой. Однако сердце, как будто не знают удержу, оно все-таки не насыщается еще и еще и еще, потому что сколько ни перебирай личных вещей почившего, общение с ним от уст к устами, от сердцу к сердцу, выражение глаз батюшки, то серьезное, то не очень, то строгое, его слово вразумляющее, успокаивающее, обличающее, прикосновение его пастырской деснице, что нам может заменить это живое общение? Где же мы обретем то место, ту заветную обитель, где происходит невозможная встреча живых и усопших, усопших, но в Боге здравствующих? Давайте вспомним слова Господа. Не ищите, не гоняйтесь ни в пустынях, ни в каких-то царских чертогах. Царство Божие, а значит и сам, царь неба и земли, Христос внутри вас есть. Вспомним преуспевшим в духовной жизни одного из оптинских старцев, старца Анатолия, который говорил в какой-то тихой блаженной улыбке, там внутри и Киев, и Иерусалим, и сонны ангелов, и Пречистая Дева Мария, и Святые Божьи Человеки, потому что там Христос. И действительно, если мы в вере, то себя создаем храмами живого Бога. В таинстве крещения мы обрели божественную благодать, и духом нашим непостижимо, неразлучно, неизменно сочитан сам воскресший Господь. А в его руках его дети, в его руках души, бессмертные души скромных друженков Христовых, вошедших в радость Господа своего. И, конечно, самое отпевание под сводом Храма Христа Спасителя тысяч людей, собравшихся, говорят о том, что отец Дмитрий, и пронеся крест своего пастырского служения, своего апостольского дела, ныне пожинает урожай. За труды, которые идут вслед за ним, отцом Дмитрием, Господь воздает ему покоем и миром, токами божественной любви, воздает ему светом невечерним. Пред Батюшкой открылись сейчас во всей полноте те духовные горизонты, о которых человек, копошащийся в земной суете, понятия не имеет, и ушами не слышит, и глазами не видит, и на сердце его то взойти не может. Таким образом, в час уединенной молитвы, стоите ли вы в храме при соборном свершении литургии, однако умом загляни в сокровенную клетку души своей, или дома, лампадка, икона, тишина. В час такой сосредоточенной молитвы, когда ум погружается в сердце, входит в пространство бедомной души, и Господь полагает нам на сердце свои мысли, свои чувства, а лучше сказать, вводит нас в общение с ним самим, вот там-то нас и будет встречать батюшка, отец Дмитрий, строгий, трезвомыслящий, любящий, верный, надежный, бессмертный. И глубоко верим вместе с вами, что воскресение Христова, проповеданное отцом Дмитрием, ныне является для него реальностью. Он нас и видит, и слышит, кому пальчиком погрозит, кого благословит, кого окликнет. Будем верить, что его общее духовное руководство неотменно в отношении возлюбленного им стана Христовых овец. Из этого не следует, что мы не должны подклонять голову под епитрахиль одного священника, принимать святые дары из рук другого священника. Но в глубинах сердца у каждого из нас осталось то заветное местечко, тот уголок, куда батюшка, неразлучный ныне со Христом, будет приходить и проверять, как у вас идут дела, как спасаетесь, как молитва. Возрастаете ли вы в смирении, чистоте, терпении, правде Божией и любви? Да будет со всеми нами благодать, которая, мы верим, снисходит на нас теперь не без предстательства. Протерея Дмитрия, вечная ему память. Продолжение следует...